Поведение животных может быть либо предопределено генетически, либо выработаться в результате копирования действий родителей и других более старших особей. Но независимо от того, каким образом приобрести все или иные поведенческие особенности, у некоторых представителей фауны они бывают по-настоящему странными и необычными. Всем привет, вы на канале Жук-паук, это видео ТОП-10 животных с самым необычным поведением. Плоские черви. Брачные игры этих примитивных червяков, пожалуй, самые необычные. Они являются гермафродитами, и для того, чтобы определить, кто в процессе спаривания будет самцом, а кто самкой, плоские черви прибегают к вихтованию на пенисах. Чей мужской орган окажется более крепким, тот и оплодотворяет соперника. Каждый червь изо всех сил старается стать мужчиной и оставить все заботы о потомстве проигравшему. Слоны. Несмотря на свою внешнюю неуклюжесть, эти гиганты отличаются особой эмоциональностью. Наиболее удивительным является их отношение к смерти сородичей. Иногда они используют листья, грязь и ветки для того, чтобы накрыть тело погибшего члена стада. Кроме того, слоны регулярно посещают эти места захоронения и могут часами стоять возле останков, не обращая внимания на палящее солнце, голод и жажду, издавая довольно жалостливые звуки. Жабовидные ящерицы. Эти маленькие присмыкающиеся выработали очень странный и жутковатый способ самообороны. Когда становится ясно, что скрыться от хищника уже не удается, ящерица брызгает в него струями крови из уголков глаз. Очень часто это настолько ошеломляет нападающего, что он, поджав хвост, убирается во свояси. Птицы-шалашники. Самцы этих довольно смышленых пернатых прирожденные дизайнеры. Главным способом привлечения самок является постройка уютного и богато окрашенного цветами, перьями и камушками гнезда, которые больше похожи на шалаш. Если же рядом окажутся зазевавшиеся отдыхающие, шалашники с радостью используют украденные у них яркие предметы в качестве элементов декора. Причем, как настоящие эстеты, шалашники предпочитают похищать безделушки одного определенного цвета. Пингвин Адели. Этих обитателей Антарктиды выделяет их необычный брачный ритуал. Самец приносит к лапам своей избраннице большой камень, показывая, что имеет серьезные намерения. Если же дам отвечают взаимностью, она поет кавалеру песню, после чего пара уединяется подальше от стаи для того, чтобы предаться любви в приватной обстановке. Зебровая Амандина. Эти миниатюрные австралийские птички известны своей привязанностью к партнерам. Амандины, состоящие в паре, ухаживают друг за другом и вместе заботятся о потомстве. Более того, они обладают совершенно нехарактерной для других птиц особенностью. Если самец слаб и не привлекателен, самка откладывает более крупные яйца, для того, чтобы будущее потомство имело шанс вырасти крепким и здоровым, несмотря на недостатки отца. Кумжа. Имитация оргазма довольно распространенная среди людей явления. Но наверняка многие из нас удивятся, узнав, что эти рыбы семейства лососевых тоже активно используют этот прием. Самка кумжи таким способом может обмануть самца, стимулируя у него более продолжительное семяизвержение. Кукушки. Название этих птиц давно уже стало нарицателем для всех неорадивых родителей, которые всеми силами пытаются переложить заботу о своих детях на плечи других. При первой же удобной возможности, кукушка пытается подложить свои яйца в гнезда соседей, для того, чтобы избавиться от выполнения своих родительских обязанностей. Навозный жук. Полностью оправдывая свое название, навозные жуки практически всю свою жизнь проводят среди экскрементов более крупных животных. Навоз удовлетворяет все их основные потребности. Они живут в нем, откладывают яйца, выращивают потомство и скармливают его своим отпрыском. Для современного человека это кажется абсолютно отвратительным, но жители Древнего Египта считали скоробея, близкого родственника навозника, священным животным. Голый землекоп. Помимо своего довольно отталкивающего внешнего вида и ряда необычных для грызунов особенностей – хладнокровность, нечувствительность к боли и кислотам – эти зверки выделяются и тем, что их социальный строй напоминает пчелиные улей. Самая крупная самка становится маткой, и только она имеет право производить потомство. Для того, чтобы соперницы не соблазняли самцов, королева регулярно запугивает их агрессивным поведением. Гормоны стресса, вырабатывающиеся в процессе этого, блокируют репродуктивную систему самок-работниц.